Сегодня мы решили выяснить, какую реакцию вызвал наш репортаж о кстовском депутате, который в пьяном виде за рулем устраивает аварии, в которых страдают люди, сбегает с места ДТП, а затем в суде дает взятку и его даже прав не лишают. Пьянство за рулем и дача взятки это собственное признание депутата, которое мы озвучили вчера в нашем эфире. Авария случилась летом в Кстовском районе. Депутат на своем внедорожнике на скорости около 100 км в час влетел в стоящую в пробке газель. Газель затолкала под фуры, водители его сын чудом остались живы, а вот автомобиль восстановлению уже не подлежит. Депутат Семен Сенцов сразу же сбежал, бросив свои документы и почтую бутылку спиртного, которая, по словам очевидцев, оставалась в машине. Никакого ущерба депутат пострадавшим не возмещал, а суд его даже прав лишать не стал. Полторы тысячи рублей штрафа, двое суток административного ареста и все. Депутат Сенцов при этом спокойно в разговоре с пострадавшими признавал, что в момент ДТП был пьян, потому и сбежал, а в суде вопрос решил, дал взятку. Это слова депутата, сказанные им в телефонном разговоре и записанные. Эту аудиозапись в рамках репортажа мы продемонстрировали вчера. Сегодня мы взяли комментарии у его коллег, чтобы узнать, какую версию депутата он озвучивал им. Он сказал, что его сморило, это официальная версия. Он ударился в отбойник, от отбойника отлетел и воткнулся в газель. Получилось сотрясение головного мозга и пошел, куда глаза глядят. Получил он в суде двое суток ареста без лишения прав. А разве у нас по нашему законодательству, когда человек оставляет место ДТП, его не лишают водительских прав? Лишают. А суд почему-то назвал, что ему всего лишь двое суток ареста? Он объяснил это тем, что он не понимал ничего и что он не убежал, он просто ушел. Ушел, куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону его дома. А что по поводу аудиозаписи, которая опубликована в нашем сюжете, где он рассказывает совершенно другую версию? Уважаемые журналисты, мои дорогие, я ведь сказал, я не исключаю второй версии. Если это правда, я к этому отношусь очень категорично, отрицательно. Это непорядочно. С учетом того, что ваша программа это показала, придала этому административному нарушению публичный вес, публичный характер, мы его рассмотрим. Я ему звонил 20 минут назад, ничего не объяснил, только опять придерживаться той версии, которую он излагал в суде. Упубликована была аудиозапись, где он признается, во-первых, в том, что он пьяный, управлял транспортным средством, а во-вторых, в том, что он за деньги, проще говоря, за взятку, решил вопрос со своей виной ДТП. На сегодняшний момент я обратился в прокуратуру, для того, чтобы они провели проверку. Вот сейчас, в данный момент, жду этих результатов. Ну и в соответствии с этими результатами будут приняты дальнейшие действия в отношении депутата. Если все подтвердится, он член партии ЛДПР, там и по партийной линии, соответственно, будут приняты решения по нему. И в соответствии с федеральным законодательством, если депутат любого уровня получил решение суда именно уголовного наказания, соответственно, он обязан сложить в себя полномочия депутата. Это будет однозначно. Как депутат, он этого делать ни в коем случае не должен быть. И даже не как депутат. Это вот мое человеческое отношение. Ну, вообще, как депутат могу сказать, только пьяный депутат – это не депутат. Так что, как его, конечно, должны были наказать и лишить хотя бы прав, уж если не судебные какие-то, другие какие-то наказания. А уж лишение-то прав должно быть, сто процентов было. Тем более, он как ездил, так и ездит сейчас на машине, купил новую машину еще, к всем прочим. Я совершил аварию, убежал с места и остался с правами. Вот что я могу думать? Как обычно у нас так бывает. Как-то люди откупаются. Чтобы узнать, как так депутаты откупаются, мы сегодня отправили запросы в областной суд, прокуратуру, следственный комитет, полицию. Приложили видео с признанием депутата в пьянстве за рулем и даче взятки для решения вопроса в суде. Но ни в одном из указанных ведомств нам комментарии пока предоставить не смогли. Сам Семен Сенцов также комментарии пока не дает. Продолжение следует...